Добрый день, уважаемые подписчики, рад приветствовать вас на своем канале Relevant ICO. Сегодня мы с вами пройдем обзор очередного ICO проекта под названием Компас. Прежде всего, хочется сказать, что этот проект из себя представляет. Компас обеспечивает решение проблем, с которыми в настоящее время сталкивается большинство разработчиков блокчейн. Компас предлагает платформу, благодаря которой создаются пути коммуникации, соединяющие, грубо говоря, мир вместе. В настоящее время очень сильно возрастает важность именно цифровых технологий. В связи с этим блокчейн-платформа Компас предлагает разработчикам способы генерации криптовалют, а также обычным инвесторам неограниченный доступ к пулам финансирования, которые используют глобальную финансовую сеть, для которой они работают над внедрением этой инновационной и революционной системы валютного обмена. Но, подводя итог, хочется сказать, что этот проект из себя представляет. Грубо говоря, этот проект, который предлагает разработчикам помощь во внедрении блокчейн-технологий. Грубо говоря, так. Дальше я предлагаю рассмотреть сам проект более подробно. Начать обзор проекта я бы хотел с информации по проводимому проектам ICO в настоящее время. То есть мы видим, что до конца ICO остается 15 дней. Инвестировать можно в эфириумах либо в биткоинах. За один эфириум вы получаете 840 токенов QPC, то есть токенов Компас, и также бонус 5%. Минимальная инвестиция составляет 0,1 эфириума. За один биткоин вы получаете 14280 токенов. И также дополнительно 5% бонус. А на настоящий момент собрано уже чуть более 1,5 млн. долларов. Софткап проекта составляет 2 млн. долларов. Я думаю, что за 15 дней эта отметка будет спокойно достигнута. То есть софткап проекта будет собран. По хардкап проекта я сомневаюсь. Но думаю, что где-нибудь 1,3 млн.-4 млн. вполне могут еще успеть собрать. Дальше хочется рассмотреть именно вайтпеппер проект. То есть, как я уже говорил, вайтпеппер это лицо любого проекта. То есть, вайтпеппере нам представлена информация по самому проекту. То есть, что он из себя представляет. Сейчас наш вайтппер прогрузится. Вот мы видим, что наш вайтппер загрузился. Всего он включает вся 40 страниц, что является хорошим показателем. Вайтппер достаточно объемный. А что представлено, какая информация в вайтппере. В вайтппере нам представлена информация о самой технологии, которая внедряется. То есть, вводная информация. Что текущий рынок, текущие системы из себя представляют. Какие в ней недостатки. И, грубо говоря, в двух словах, что предлагает нам сам проект Компас. Оно также говорится о смарт-контрактах и так далее. Дальше уже более подробный разбор самого проекта. То есть, кто эти люди, которые занимаются разработкой проекта Компас. То есть, первая криптотрейдинговая платформа с плечом 100 к одному. То есть, видение проекта Компас. Продукт, который они предлагают ввести. То есть, здесь мы видим, что даже планируется кредитная карта. То есть, биржа. Ну, в общем, вся информация именно по проекту Компас. Что он из себя представляет. Какие данные в нем, грубо говоря, лежат. Информация по токен-сейлу также важна. Здесь мы видим символ QPS и QPS-е. Есть две вариации. Общее количество созданных токенов. Но об этом, обо всем мы также поговорим чуть позже. Эта вся информация также представлена на сайте проекта. Ну, в общих чертах я показал, что только что из себя представляет White Paper. К сожалению, как-то немножко непонятно. Вроде бы мы переходим White Paper на русском языке, а нам представлен на английском. Не знаю из-за чего этого. Или сами разработчики что-то перепутали, или просто русскоязычной версии не существует. Но вот так мы получаем, к сожалению, только англоязычную версию White Paper. Стоит отметить World Map проект. Он достаточно такой объемный. Первое упоминание о проекте, то есть создание проекта, произошло еще в 2017 году. Сейчас первый квартал 2018 года уже прошел, то есть, точнее сказать, подошел к концу. То есть завершение QPS ICO, то есть распродажа токенов, распределение токенов, то есть приобретенных токенов, распределение токенов, участник компаунти программы и так далее. Ну и также листинг токенов QPS на различных биржах. Ну и дальше уже именно планируется более детальная разработка самого проекта, то есть кошельки для Android и iOS систем, кошельки для Windows, Mac, Linux. Также релиз токенов QPS, листинг самих токенов QPS, то есть сначала у нас производство листинга QPS-Е, а далее самих токенов QPS. То есть на биржах QCOIN, Binance, HitBTC, но это достаточно известные и такие основные криптобиржи. Ну и более подробный roadmap вы можете изучить самостоятельно. Здесь вся информация представлена. Также, что очень важно, здесь представлена информация по мобильному предложению, которое планируется выпускаться. То есть можем видеть прототип, как оно будет выглядеть, что из себя представляет. Также кредитная карта, как она будет выглядеть, что из себя представляет, как ее можно будет сочетать с мобильным приложением. Ну и сама трейдинговая платформа для, как мы видим здесь, для Apple, для системы iOS. Команда проекта также достаточно, скажем так, профессиональная. Все участники проекта обладают достаточным опытом для успешного развития этого проекта. То есть о каждом из этих людей вы можете более подробно прочитать на сайте проекта. Здесь вы также можете увидеть, например, как связаться с этим проектом, то есть как им написать и где они находятся именно на карте. То есть местоположение проекта в Гонконге. Это для тех, кто вдруг будет в Гонконге и решит заехать в офис Компас. Ну и также я не сказал, что нужно для приобретения токенов. Компас для приобретения нужно нажать Buy Tokens, зарегистрироваться. Ну и здесь вся дальше информация уже представлена, как, то есть смарт-контракт эфириума, то есть по, с каким лимитом газа переводить токены и так далее. Здесь вся информация представлена. Ну и на этом, я думаю, все. Основную информацию по проекту я вам показал. Далее уже, что вам будет более интересно, более, будет значимо для вас, вы можете уже эту информацию получить самостоятельно из сайта проекта, либо из-за чек-байт-пэпер-проекта. А на этом все. Спасибо за внимание, спасибо за обзор и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok